Сохранение температурного баланса в походе — это прямо космическая наука. Вы когда-нибудь задумывались о том, что комфортный диампазон температур для человека настолько мал, что вообще чудо, что человечество существует? Ну а если о приземлённом, то сейчас я вам расскажу, как сохранить тепло и не перегреться, а значит, получать удовольствие в наших любимых походах. Привет, это Сплав, и с вами Анна Мигалина, туристка, гид, автор блога Wild Woman и бренд-менеджер Сплав. Скорее всего, в городской жизни вы уже и не замечаете, как технологии позаботились о сохранении оптимальной температуры. Батарея, кондиционер, вентилятор, реагенты, чтобы убрать снег, самолёты, чтобы убрать облака. В городе мы как бы всегда живём в особом микроклимате, а на природе нам приходится полагаться только на собственный метаболизм. И это минутка занимательной физики и биологии. Чтобы нам было тепло, на поверхности кожи должен быть тёплый и сухой воздух. Поэтому мы так любим ватные одеяла, огромные пуховики и кто-то даже шубы. Все эти вещи имеют воздушные полости внутри, в которых удерживается согретый телом воздух. Дикие животные, к слову, живут точно так же. Индивидуальные проблемы наступают тогда, когда поверхность нашей кожи не выделяет достаточного тепла. Это может происходить из-за переутомления, голода, быть личной особенностью человека или во время сна. Просто внутренняя батарейка начинает шпарить слабее, а значит воздух рядом с кожей остывает, а вслед за ней и вы целиком. Поэтому базовыми советами будут хорошо есть, не пренебрегать полной раскладкой. Лучше сразу сказать, что вы не едите сало и попросите его заменить, чем воротите нос в походе и оставаться в проголоде. Хорошо и качественно отдыхать. И, конечно, правильно подбирать экипировку. Здесь еще стоит добавить, что люди бывают разные, мерзлявые или супергорячие. И, например, та особенность, что девушки мерзнут чаще. Например, я. Итак, какие могут быть решения в зависимости от ситуации? Начнем с того, что делать, чтобы не замерзнуть во время движения. Первое. Не перегревайтесь. То есть, если погода прохладная и на старте вы в теплой куртке, то лучше дать себе немного померзнуть 5 минут, чем через 5 минут быть вспотевшим и распаренным. Вспоминаем физику. Мокрый объект теряет температуру быстрее. Мокрая кожа остывает моментально. Поэтому лучше оставаться в легкой ходовой одежде и через 5 минут ходьбы под рюкзаком быть в идеально комфортных условиях. Не бойтесь. Это приятно. Другой совет. Как я уже сказала, мокрая кожа быстро остывает. Мокрая одежда долго сохнет. Поэтому, если случилось вспотеть, лучше, чтобы на вас была синтетическая одежда, которая быстро отдает влагу наружу, отводя ее от тела. Исключите любые натуральные ткани. Но есть исключения. Но они очень условные, и сейчас вам о них думать не стоит. Просто никакого хлопка, бамбука, шерсти и так далее. Третье. Сильный ветер сдувает теплый воздух с кожи. Поэтому придумали ветрозащитную одежду. То есть ее плетение настолько плотное, что выступает броней для нашего теплого воздуха под ним. Такая одежда называется софтшелл. Четвертое. Обратите внимание на показатели паропроницаемости у мембраны. И вообще используйте мембрану в походе. Дождевики подходят для непродолжительных походов и теплых регионов. Если показатели мембраны будут слишком низкими, влага от тела просто не будет успевать выходить наружу. И вы вспотеете от своего собственного согретого воздуха. Другая крайность. Что делать, чтобы не замерзнуть на стоянках? Если ваш поход приходится на межсезонье, или вы отправились в горный трекинг, или просто гуляете по Кольскому, то как только вы пришли в лагерь, надевайте утепляющий слой. Может даже поверх ходовой одежды. Не ждите, пока остынете. Сняли рюкзак и сразу достали курточку и, возможно, даже брюки. Утепляющий слой сразу же схватит тепло от прогретого физической нагрузкой тела. Это эффективнее, чем ждать до последнего, а потом прогревать куртку. Кстати, очень удобно использовать утепленные брюки-самосбросы. 30 секунд и вы в штанах, не раздуваясь и не испачкав их. И следующий момент. Если ваши ноги промокли, переобувайтесь. В статике вода в носках начинает вытягивать тепло, и пальцы быстро замерзнут. Носите с собой бивачную обувь и запасную пару сухих носков. Ну, хотя бы, чтобы спать ночью. Кстати, иногда достаточно просто расшнуровать ботинок, чтобы утяжка не перетягивала кровоток в ступнях. Если все это не помогает, то бегайте, прыгайте, машите руками и ногами. Разгоняйте кровь. Пусть она прокачает тепло до самых визинчиков. На крайний случай можно использовать грелки. Они бывают бензиновые и химические. Крепятся на руки, на ноги и даже торс. Крепить их надо на магистральные участки кровеносных сосудов. И только на ткань. Желательно термобелья. Кстати, вы же знаете, что в обязательном наборе трейлранера есть спас-одеяло. И не зря. Этот легкий блестящий кусочек пластика отлично отражает тепло в том случае, когда вам уже ну очень холодно и вы очень сырые. Что делать, чтобы не замерзнуть ночью? Ночью у любого человека замедляется кровообращение. Как следствие, выброс тепла от кожи сокращается и одежда начинает быстро остывать. Первыми начинают замерзать конечности. Начинает хотеться в туалет, даже если вы не злоупотребляли чаем. А снаружи, конечно же, идет дождь. Во-первых, выбирайте спальник по показателям нижней температуры комфорта. И смотрите, чтобы она была максимально приближена к потенциально самым низким температурам в вашем походе ночью. Так как девушки более мерзлявы, то вам рекомендуется выбирать по температуре комфорта. То есть более теплую температуру. И не забывайте про коврик. Он изолирует тело от остывающей земли. Помните, что чем холоднее стоит погода, тем холоднее будет земля. Всю теплую одежду положите внутрь спального мешка или хотя бы рядом. При резком похолодании вы сможете накинуть жилет или надеть утепленные брюки даже в дреме. Я осенью сразу залазю в спальник в таких брюках. Так попа не замерзает. К слову, это новинка в коллекции сплав. Тонкие утепленные брюки-самосбросы на три четверти длины. Другой важный момент. Никогда не спать голышом. Тонкое термобелье создает изоляцию и отводит влагу от тела. Точно так же, как и носки, баф. При зимних ночевках на холодную пригодится еще и шапка с перчатками. Если и этого оказалось недостаточно, то на помощь приходят все те же грелки. Я не сразу поняла их магические свойства. Но сейчас во все ночевки в конце или начало лета кладу одну пару грелок в кармашек в спальнике. Только помните, что лепить их надо на термобелье, носки или перчатки. Не обжигайте кожу. И на случай холодных ночевок не стоит пренебрегать теплом соседа. Спортивные туристы вообще пропагандируют групповые спальники, в которых спят по 2, 3 или даже 5 человек. Так намного теплее. Это правда. Нам же, интровертам и хранителям личных границ, будет хорошо и просто привалившись к спине товарища. Если вам интересно узнать больше подробностей и тонкостей и лайфхаков о том, как сладко спать в походе, то смотрите одно из уже недавно выложенных видео на нашем канале. А я с вами прощаюсь. Ходите в походы, получайте удовольствие от своих приключений и качественного снаряжения. Пока!